Кстати, в минувшие выходные в столице нашей республики прошел первый съезд коллекционеров. Среди коллекций особое место занимала также спортивная тема. Что же еще было интересного, что вообще было представлено на съезде? Об этом нам более подробно расскажет председатель региональной общественной организации коллекционеры Якутии Никифор Иванов. А также коллекционеры Клавдия Ефимова и Капитолина Алексеева. Доброе утро! Что же можно было увидеть на первом съезде коллекционеров? Я хотел бы немножко рассказать об этом обществе более подробно. Была небольшая предыстория длиной более двух лет. Наше общество родилось из WhatsApp-группы коллекционеры Якутии. Так получилось, что она у нас многонациональная, как наша республика. И там коллекционеры из многих районов и городов республики. После деятельности двух лет в интернет-пространстве, мы решили организоваться и получить официальную регистрацию. Что и было сделано, 27 апреля мы получили официальное, скажем, юридическое лицо. И решили собрать съезд наших членов, людей, которые сочувствуют нам и хотят к нам вступить. А сколько всего человек приехало на съезд? У нас точные цифры есть только по участникам выставки и ярмарки. Это 134 человека из 23 населенных фунтов. Это только те, кто были зарегистрированы. Кроме этого, примерно такое же количество коллекционеров пришло просто так, без регистрации. Посмотреть, пообщаться, поменяться, познакомиться. Главная цель съезда была знакомство. И что было представлено? Мы видим, что боны были, монеты. Еще вот кроме этого, что еще можно было? Было очень много коллекций, очень интересных. Материала было очень много. Так как основной тематикой выставки мы выбрали спорт в Якутии, поэтому у нас в основном, конечно, были коллекции, связанные со спортом. Но помимо этого были коллекции ножницы, наперстки, самовары. Я не знаю, что еще у нас, пуговицы были. Хорошо, а у нас очень увлеченные люди живут в республике. И коллекции были очень богатые, интересные. Были у нас даже два коллекционера кроссовок. Скинер-хеды. Да, переводится дословно кроссовок в голове. Они именно собирают кроссовки. Портивные обуви, да? Да, кроссовки. Мне интересно, а что собирают наши сегодняшние гости? Допустим, Клавдия, что собирает? Клавдия, вы что собираете? Боны, да? Я вот вижу вас в руках. Ага. Я приехала из Мегина-Кангаласского улица, села Норогана. Я собираю 20 лет деньги. Кроме денег у меня наперстки, черона, платки. Ну, у меня много. Вот эта вот часть коллекции как раз таки вашей, да? А это моя коллекция. А вот вы в руках держите, вот это деньги вот какого года? Это 1910 года. Наши российские деньги? С рисунком Екатерины Второй. А-а-а. Это настоящий. Интересно. И еще тут 1800, 1898 года. А откуда вы их берете? Вот покупаете, обмениваете, да? Или достались по наследству? Вот когда встречаемся, там покупаем, обменяемся и друг друга заказываем, они приносят. Так и коллекция... Пополняется, да. Вы сказали, что вы собираете еще наперстки, да? Вот сколько уже наперсток заказываете? У меня 40 штук. 40 штук. А, и червуну 40. Так, все эти. Ну, коллекция прибавляет туда. И вот от матери серебро монета. А-а-а. 1897 года. Серебро. Ты, кстати, тоже собираешь монеты и денежки. Капителина, а мы знаем, что вы собираете настольные игры, да? Угу. Расскажите вот. Ну, по спорту, это настольные игры, это вид спорта. Поэтому вот я там ставлю много орденов, так, медалей. И по национальным видам федерации настольных игр, это вот брошюрки, которые вышли пять лет настольных игр. Вот президентом федерации настольных игр работал, создал, так у нас Андрей Иванович Донской. Потом работал генеральный директор ВИЖа труда Пёдоров Михаил Пёдорович. И третьим работал Александр Ильич Борисов, зампред работал. И сейчас работает у нас бурсер Аяль Семенович. А что у вас сейчас с собой? Лучинки, это игра 300 штук, это сантиметр длина 16 сантиметров. И правильная игра на две минуты. На две минуты мы должны быть это все вот так играть и собирать по одной. Ага. Кусо сколько минут. Например, я минут 16-15 и все вот заканчиваю. А вот интересно, Никифор, наверное, вы знаете, да, ответ на мой вопрос? Вот сколько нужно вот собрать и бонов, монет, я не знаю, настольных игр, напёрстков, да, чтобы это считалось коллекцией? Я думаю, что хватит и двух монет. А, и уй. Если они хорошие. А, если они хорошие, то есть говорить нужно, о чём качестве, да? Скажем так, ценность коллекции не в количестве, а в качестве. Разбираю. И самое главное, коллекция собирается не для кого-то, а для себя. Ага. А если есть что показать, то тогда это ещё лучше. Вы, кстати, что коллекционируете? Сами, да, что? Так, монеты, боны, платёжные карты, жетоны, бандерольки, упаковка это от бумажных денег, от монет. Что ещё? Я забыл уже. Изображение автомата Калашникова на монетах, бонах, жетонах стран мира. Именно автомата Калашникова? Да, готовлюсь вот к 100-летию рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, вот в 19-м году у нас будет, так что готовлюсь к выставке. М-м-м, как любопытно. А скажите, вот те телезрители, которые не смогли попасть в субботу, когда состоялся съезд коллекционеров, когда они могут посмотреть на вашей коллекции, может быть, на коллекции других коллекционеров, да, вот какие-то другие? Ну, наше общество каждое воскресенье собирается вот сейчас в старом городе, на улице Амосова, от Шлагбаума в сторону Кружая, на скамейках на улице. Ага, каждое воскресенье, да? Да, у нас нет помещения, поэтому приходится ютиться, где я приму. И в какое время? С 9 до 11. То есть с 9 до 11, и каждое воскресенье в старом городе можно будет посмотреть и, может быть, поменяться, да, какими-то. Надеюсь, наши телезрители, которые заинтересованы в этом, уже записались. Да. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, спасибо вам за то, что принесли вот эти замечательные... Своё богатство. Своё богатство, действительно, да.